ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Галина Горохова родилась 31 августа 1938 года в Москве. Прославленная советская фехтовальщица на рапирах, трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира. Во время Великой Отечественной войны вместе с семьей находилась в эвакуации в Урнарском районе Чувашии. Дело в том, что когда немец подошел к Москве, то моя мама с двумя маленькими детьми, а брат буквально, было все ему год, нас эвакуировали на станцию Вурнары. И мы жили там в деревне, в семье, у местных жителей, у нее тоже были свои дети. Тем не менее, мы жили дружно, делили последний кусок хлеба. И, в общем, таким образом нам это помогло в какой-то степени выжить. В крае детства, где я какое-то время прожила, и наша семья об этом всегда помнена. Я даже знаю, хозяйку Марь Ванну ее звали. Коза была там, я смотрю, доили ее молоком, нас поили. Ну, я была еще не такая взрослая, но вот какие-то пятна и воспоминания такие остались. Но дело в том, что в семье всегда это вспоминали добром, помнили, всегда рассказывала моя мама. Мы всем, и остальным мы тоже рассказывали, что мы жили в Чувашии. 1962 год. В Чебоксарах введены в эксплуатацию кабельный завод и чулочно-трикотажная фабрика. Основаны кооперативный институт и плановый экономический техникум. Население столицы республики превысило 100 тысяч. Будущая звезда балета Надежда Павлова начала заниматься в хореографическом кружке при Доме пионеров. А 16-летний Валериан Соколов, которому будет суждено принести Чувашии первое олимпийское золото, впервые переступает порог спортивного зала общества «Динамо» для того, чтобы записаться в секцию бокса. Современному поколению в это сложно поверить, но в советских школах леворуким детям приходилось очень туго. Писать родной левой рукой категорически запрещалось. В частности, Валериану Соколову неоднократно доставалось учительской линейкой-указкой по орудию преступления. То есть в самой левой руке, которая так и тянулась к ручке, вопреки всем правилам. Били, конечно, не так сильно, как в боксе, но, согласитесь, в любом случае неприятно. Да и почерк по прошествии лет получался совсем неважным. Валериан Соколов родился 30 августа 1946 года в деревне Шахобылова Урмарского района Чувашия. Чемпион 19-х летних Олимпийских игр в Мехико 1968 года. Чемпионы СССР 1968, 1969, 1971, 1973 годов в различных весовых категориях. Трехкратный победитель Кубка СССР. Конечно, мешал ему в полке. Что-нибудь там по хозяйству начинаем работать. Отец, ну я там помогал ему там, например, там постучать. Он смотрит, ай, демок, что ты там забирай, дай-ка я сам лучше елить. Для него, в общем, вот я левой рукой, ему кажется, что я неправильно делаю. Я бить-то, например, гвоздь-то мог забивать там свободно. А тут ему не нравится, как я держу молоток и прочее, а право я не мог. Зато, в отличие от советской школы, в советском боксе леворукие дети очень ценились. Во-первых, непривычные стойки для соперника. Во-вторых, скажу вам по секрету, гораздо сподручнее добраться до печени оппонента. Именно леворукость помогла Валериану Соколову не только стать олимпийским чемпионом, но и вообще попасть в боксерскую секцию. В общем, главное было попасть, но уж потом дела пошли в гору. По-честному сказать, захотелось научиться драться. Вот так, честно скажу. Я просто пришел, меня первый раз не приняли. В общем, я весной пришел, это в мае месяце. Меня все к цене приняли. Сказали, хиляк, в общем, таких много. Я тогда тренировал один. Я здесь, собственно, поднимал вид спорта один. Он приходил ко мне три раза. И я три раза его, а тут болел. Ну, худенький такой мальчишка. Чего с ним работать? Ну, кажется, и так много народу, много забот. Потом, в общем, в сентябре месяце еще раз прошел. То же, что тренер меня не хотел принимать. Потом я ему говорю, что я левша, в общем, в боксе левши ценятся. А ты-то откуда знаешь? Я говорю, книги читал. Ну, лишь ты. Потом он по четвертому приходит, говорит, мне тогда же, он звали, до сих пор зовут Юрий Николаевич. Не знаю, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич говорит, я же все же левша, говорит. Я, да. И вот тогда я его принял. Чего-то раз я его принял, вот, и поставил я его в группу новичков. Вот тогда мы с ним познакомились и начали с ним работать. Поставил мне с парнем, тот чуть поздоровее, и, в общем, где-то так, около года уже занимается. Ну, подраться. Я взял, да я его побил. Ну, ладно, годишься, в общем, приходи, посмотрим. Вот так это. Вот эта хватка у него была очень быстрая. Это значит, что он мысил. Не только, что он как робот, а там и мышление у него появилось. Я фанатом стал, в буквальном смысле. Если вот идем с ребятами, в общем, там идем, погуляем, а я все про бокс им рассказываю. То есть, жил боксом. Вот как-то вот настолько это мне, в общем, в душу, говорится, в общем, в бокс вошел, что я, в общем, без бокса не представлял. 1964 год. 18-летний Валериан Соколов постигает премудрости бокса. До его звездного часа осталось одно четырехлетие. Между тем, Токио принимает 18-летние Олимпийские игры. По их итогам, американцы, в отличие от двух предыдущих летних Олимпиад, выходят на первое общекомандное место в неофициальном медальном зачете. Спортсмены Советского Союза занимают вторую строчку. Несмотря на то, что в 1964 году ни на летних Олимпийских играх в Токио, ни на зимних, в Инсбурге представителей Чувашии в составе сборной Советского Союза не было. Нельзя сказать, что этот Олимпийский год прошел для нашей республики зря. 16 февраля 1964 года вот в этих живописных местах Маршгаушского района появилась на свет эта девочка, которой по прошествии лет суждено было стать Олимпийской чемпионкой 25-х летних Олимпийских игр в Барселоне. Но об этом мы расскажем в наших следующих сериях. Не пропустите! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok